Я просто введу в историю вот того, что мы делаем, да. Что будет с точки зрения физики, если я приеду с Тюменью в Москву, допустим, на железной дороге, на автомобиле, на самолёте прилечу, на ракете, ну, неважно, на любом виде транспорта. Что произойдёт с точки зрения физики? Здесь я находился на высоте 100 метров над уровнем моря. Здесь тоже на высоте 100 метров над уровнем моря. Значит, моя потенциальная энергия не изменилась. Ну, я ж как груз, меня ж перевезли, да. Я находился здесь в носителе Земли с нулевой скоростью и здесь с нулевой скоростью. Значит, моя кинетическая энергия не изменилась. Значит, с точки зрения физики, раз состояние груза не изменилось, полезная работа равна нулю. Полезная работа равна нулю. Но ведь на моё перемещение было затрачено много энергии. Если самолётом, то не меньше 100 литров топлива надо сжечь. Больше, чем я вешу. И тогда какой коэффициент полезного действия таких транспортных систем? А чему КПД равно? Полезная работа – ноль. Разделили на затраченную энергию. Получается ноль. И мне как-то странно показалось, как это. Получается, что КПД любой транспортной системы в ракете один процент, а наземной – ноль. Здесь нечего улучшать, нечего изменять. Как ноль можно улучшить? И тогда второй вопрос возник. А куда вся энергия уходит? Оказалось, что все 100%, все 100% энергии любого вида наземного транспорта уходит на борьбу с окружающей средой и на её разрушение. Все 100%. Тогда, чтобы совершенствовать транспорт, надо вот это улучшать. Минимизировать затраты энергии в борьбу с окружающей средой и на её разрушение. И когда, опять же, задумался, а куда тогда больше всего уходит энергии, а меня интересовал скоростной транспорт в первую очередь, когда 300, который в час и выше, то оказалось, что основные затраты энергии это на аэродинамическое сопротивление оказалось. И этому есть простое объяснение. Вот если взять мощность аэродинамического сопротивления, формула оказалась очень простой на самом деле. Мощность аэродинамического сопротивления. Одна, вторая. РО воздуха, плотность воздуха. Умножено на В в кубе, скорость в кубе. Умножено на ЦХ, коэффициент энергийского сопротивления. Умножено на мидель, это площадь поперечного сечения максимально, да. И умножено на потери в редукторе и так далее, потому что надо же сначала энергию подвести или колеса, или к приводу, да, колесу или к приводу и другому какому-то там движителю, то, естественно, тоже энергия теряется. И мы видим, что в этой формуле все в первой степени, кроме скорости, она в кубе. И вот тут-то проблемы оказываются вот здесь, что скорость в кубе в аэродинамике. И если взять, допустим, превышенном скорость 100 км в час. Вот мы едем на автомобиле и подумаешь там, при скорости 100 км в час, допустим, мы потратили там, ну затратили мощность 20 кВт. Это немного, несколько литров топлива на 100 км в пути, да, это немного. А теперь давайте умысленно увеличим скорость этого же автомобиля до 500 км в час. Значит скорость увеличили в 5 раз, а тут в кубе 5 кубе 125. Значит, на аэродинамику уйдет 2500 кВт. Это мощность электровоза. Это мощность четырех двигателей танковых. А это всего лишь автомобиль. То, что скорость 500 км в час. Поэтому самый крутой автомобиль Бугатти Верон, стоимостью, ну это то, что продается, да, стоимостью 3 млн евро. У него мощность двигателя 1500 л.с., а скорость максимальная 430 км в час всего лишь. Он не может 500 развить, не хватает мощей. И представляете, сколько топлива он сжигает? Ему надо цистерну с собой вести. Потому что он за час сожгет 400-500 литров топлива за час. Я понял, что самое главное на самом деле в транспорте, в наземном, мы не на Луне живем, не на Марсе. У нас атмосфера есть. Это аэродинамика. Я это понял давным-давно. Значит надо совершенствовать в первую очередь аэродинамику. И я начал ее совершенствовать. И видите, что формы, обводы совсем другие. Нету самолетов таких, нету автомобилей так же, нету поездов. Это наша, моя аэродинамика. У меня на нее больше 10 патентов, на эти обводы. Потому что я понимаю, как обтекает воздух. Можно мысленно представить себе там атомом, молекулой, частичкой воздуха и облететь этот транспортное средство, чтобы не было сопротивлений. И оказалось, что самые большие сопротивления это на сходе, на хвост. Там вся аэродинамика на самом деле делается, да. Я стал это тоже менять, совершенствовать. И могу сказать о результатах, которые мы получили. Я уже продуваю в трубе аэродинамической. Это стиментальные данные. 20 с лишним лет. Первую продувку я сделал в 1995 году в Санкт-Петербурге. В Беларуси нет аэродинамических труб. Так. На рубине. Там идет подводные лодки, продувают самолеты и так далее. Значит, у Bugatti CX равно 0,42. С учетом антикрыла, потому что без антикрыла он ехать не может, иначе он перевернется. Поэтому надо брать с учетом антикрыла. Нам никакого антикрыла не нужно. Наши CX, которые мы получали в продувке высокоскоростного модуля, 0,06. 7 раз. Это константа скорости 0? Константа, она, там нет единицы измерения, она безразмерная, да. Она даже с увеличением скорости улучшается. Поэтому в трубе 500 ккч тяжело продувать. Таких труб-то и нет практически. Обычно продувают 150-200 ккч, а потом пересчитывают на большей скорости. Там меняется число ренольца, еще там другие вещи, да. И поэтому с увеличением скорости даже CX немножко падает. Поэтому при меньшей скоростях будет допустим 0,08, а при 500 будет 0,06, да. Да что интересно, мы продавали идеальное тело тоже. Так вот теоретически, CX должно быть минимум 0,04, а мы получили 0,035. То есть даже меньше теоретического предела, да. Это испытательные данные, я ничего не сочиняю, да. Но когда мы, естественно, тут ставим радиатор, там двери, щели, когда путь и прочее, там он ухудшается. И где-то у нас в Юнибусе, который уже будет бегать по дорогам высокоскоростном, CX будет где-то 0,08. Это за счетом, с учетом, с учетом дороги. Я не знаю, Бугатти они с учетом дороги делают или нет, я честно говорю, не знаю, но 0,42 это данные вот паспортные у них, так. И еще оказалось, что на динамику очень сильно влияет полотно, эффект экрана. И потом при продувках, я получил это утверждение, я продувал сотни раз разной машины. И если взять, допустим, транспортное средство, которое, ну или вот оно, да. Едет над полотном, идет неравномерное обтекание воздухом сверху и снизу, возникает уплотнение снизу и турбулетно сзади, да. И если мы просто возьмем и поднимем транспортное средство на его размер над полотном, не важно, земля, асфальт, шпалы, рельсы, аэродинамик улучшается в два с половиной раза. Значит, экран это очень плохо. И когда говорят, что будущее за экранопланами и экранолётами, не верьте, они тоже плохие машины. То, что опирается на воздух, не может иметь хорошие характеристики, механика лучше всего. Вот я вот предмет. Положил на стол на высоте метр и будет сто лет лежать, не тратя энергию. А теперь я подвесил в воздухе. Надо подводить энергию, чтобы она висела, так же? И самолёт, вертолёт для того, чтобы висеть в воздухе, отбрасывает воздух вниз, ну и с помощью крыла или с помощью винта, неважно. И туда уходит энергия с этим отвозченным воздухом. Поэтому он не может быть эффективным, этот транспорт. И поэтому надо сделать у транспортного средства не аэродинамику, а антиэродинамику. Чтобы он прошёл и не возмутил воздух, а не чтобы держаться на крыльях или чём-то ещё, да? И экрана не должно быть. Тогда я стал думать, а как же экран убрать? Потому что экран тоже плохо. Вот взять мосты, они вроде на втором уровне, но ведь полотно там широкое, всё равно это экран, да? Если взять, допустим, балку в поперечном сечении, ну полосу движения, вот балка, там шириной, допустим, 3 метра и тут едет автомобиль, да? Посмотрите, сколько материалов. Она тяжёлая, она сама себя несёт. А если мы уберём лишнее и оставим только то, по чём едет колесо, ну наверно это будет дешевле, и мы берём экран. Значит мы аэродинамику улучшим 2,5 раза, а это самое главное, аэродинамика самая главная, да? Так мы 2 зайца убьём сразу. Ну как-то да, вместо этой балки что-то такое лёгонькое сделать. Опять же тут физика, сопромат. Я любил эти предметы и сейчас я помню это, хотя у меня память слабая на самом деле, да? Это то, что 50 лет назад ещё учил, так? Если взять, ведь современные там мосты, не знаю, путепроводы и так далее делаются разрезными, потому что иначе температурные усилия будут такие большие, что просто разнесёт всё это, да? И поэтому их режут и делают температурные швы, потому что сечение очень большое и очень большие усилия. Их невозможно как-то удержать, да? И получается, если взять балку обычную, балку, если взять, допустим, балку и эпюру моментов взять, да? То у нас будет такая эпюра моментов, так? А если мы возьмём неразрезную балку, ну, пока не будем говорить о конструкции, просто неразрезную, и поставим тоже на опоры и дадим нагрузку, то эпюра моментов будет совсем другой, она будет вот такой. И моменты будут меньше здесь в два раза, здесь в полтора раза меньше, чем здесь. А если от распределённой нагрузки в три раза меньше. Значит, если мы сделаем в три раза меньше. Если мы сделаем неразрезную конструкцию, то из тех же материалов мы можем сделать более прочную конструкцию, потому что мы уменьшаем изгибающие моменты, которые, собственно, определяют материаловую ломкость балок под внешнюю нагрузку, так? И тогда я стал понимать, что надо всё-таки уходить от земли, чтобы экран был, не было, подниматься вверх, но там, чтобы не было опять же экрана, убирать полотно и делать некие конструкции лёгкие, да? Неразрезные, потому что они лучше работают. Но я понимаю, что если взять, допустим, железнодорожные рельсы и положить на опоры с полётом 50 метров, этот рельс прогнётся и сломается. Значит, он сам себя нести не сможет, а не то, что нагрузку. Значит, надо их усилить. Значит, его надо преднапрячь. И тогда я стал думать над конструкцией, как усилить рельсы и, естественно, разместить там струны преднапряжённые. И тогда можно усилия от них увести куда-то далеко в анкерные опоры. И так постепенно сформировался вот как бы идеология, идея эстакад преднапряжённых струнных, где вот этих недостатков, эстакад существующих нет. И в результате потом анализа, оптимизации я как бы определил три варианта путевой структуры преднапряжённых, вот как раз струнных. Все три здесь вы видите, все три. Один из них – это так называемый гибкий рельс, который вот там дальняя дорога, где висит юнибус. Там схема работы какая, вот опоры, там седло и пролёт провисает. Пролёт провисает и головка рельса, ну то, в чём качется колесо, оно будет повторять, то есть струна идёт параллельно головке рельс. Это один тип путевой структуры. Второй тип путевой структуры, когда, вот мы знаем, что такое висячий мост. Вот я нарисую схему висячего моста. То есть есть несущий канат, есть балка жёсткости, есть подвеска, да? Это висячий мост. Я подумал, а как бы его сжать до рельса? И получается элементарно. И вот та вот дорога, по которой едет юнибайк – это и есть висячий мост. Только другая конструкция. Это так называемый полужёсткий рельс. Как он устроен, если разрезать вдоль? Это вот балка жёсткости. Это рельс, в данном случае его высота 120 мм. Так. Вот здесь опоры, здесь опоры. Здесь внутри есть седло и струна идёт вот так. Значит, есть балка жёсткости, есть несущий канат, есть подвес, это подвес, который специальный бетон. Поэтому это висячий мост, просто я его сжал до рельс. Это второй тип путевой структуры. И третий тип путевой структуры, где нужна очень большая ровность и большая жёсткость, чтобы получать высокие скорости движения – это струнная ферма. Преднапряжённая всё, вот это вот та дорога, которую вы видели. Вот три типа путевой структур, которые мы сделали и сейчас изучаем, исследуем, и всё соответствует теории, которая описана вот в этой монографии, так. И когда это я всё проработал и потом подумал, что ну ладно, в аэродинамику уходит 90 при скоростном движении, в высокоскоростном, в высокоскоростном. 90-95% энергии. Это аэродинамика. А куда же остальные 5-10% ходят из 100? И оказалось, что это основа уходит на подвес транспортного средства относительно путевой структуры. Я стал анализировать, какие можно использовать подвесы. Ну, естественно, воздушная подушка, естественно, магнитная подушка, да, пневмашина, стальное колесо. Я даже анализировал антигравитацию, там, электрическое поле можно тоже. Мы не знаем, как оно струнно, антигравитацию, но это физика всё равно. Я тоже анализирую, кстати, не очень подходит, да. Мне оказалось, что самое плохое подвешивание – это пневма. И когда говорят, что за пневма, там, подвески, я знаю, что Белгут тоже разрабатывает, что там, будущее – это ерунда на самом деле. Потом оказалось, что очень неэффективна магнитная подушка. И этому есть, я знаю, что Белгут тоже, да все сейчас, сейчас это же модно, поезда на магнитной подушке. Очень эффективна. И Сименс, который начинал эти работы, вот, по трансфопиду ещё до войны, в 34-м году, вот, недавно закрыл это направление, как не перспективно. Потратив 60 лет работы, 60 лет и 6,5 млрд евро. И построил одну единственную дорогу, Шанхай аэропорт, за 1,5 млрд долларов длиной 30 км. И там есть свои объяснения, потому что тот вариант, который они реализовали, потому что у японцев там по-другому сделана магнитная подушка. Немцы, Сименс использовал элитромагниты, которые могут только притягиваться, они не могут отталкиваться. И поэтому для того, чтобы поезд, ну, его можно было подвесить на балку, то надо, во-первых, могучую балку, это и понятно, что она должна быть могучая, да? Надо подвесить вагон, причём подвесить так, чтобы юбка зашла под низ. И разместить здесь силовые как раз вот подвес, чтобы поднять вагон, притянуться, поднять. При этом надо, естественно, чтобы не было ударов и так далее с боков зафиксировать, тоже подвес делать и здесь подвес делать. А поскольку подвес на малых скоростях не работает, то они ещё поставили колёса и как шоссе они потом убирают при больших скоростях. Вот такая машина получилась, да? Якобы им казалось, ну, модное слово, магнитная подушка, магнитный подвес, толкнул и поехал, а оказалось не так. Потому что здесь зазор, воздушный зазор, а там ротор и статор. Электродвигатель имеет КПД, да, 92%, так там зазор между роторами и статором одна десятая миллиметра. А здесь 10 миллиметров, меньше они не могли сделать и это тоже очень мало и это одна из причин, почему не закрыли это направление. Потому что в этом зазоре, ну, кстати, камушек попал, авария, люди погибнут. А, кстати, снег лежит, 10 миллиметров, зазор у них, 10 миллиметров, авария, люди погибли. А листья, а веточки из деревьев упали, да? Так, чтобы не было вот аварий, они сделали машину для очистки полотна. И на их тестовом участке в Германии, 10 лет назад примерно, пригласили, как вы, типа туристов и говорят, ну, прокатитесь на нашей замечательной дороге. Как я говорю, прокатитесь на юнибайке, да? Те говорят, ну, чего мне прокатиться. Сели в пост и поехали. А с другой стороны, на эту же однопутную дорогу, этого же владельца Сименса пустили машину для чистки полотна. И они встретились, и все погибли до одного, 23 человек. А вот сколько вы, 24? Вот, считайте, вся эта вот делегация, там все, и погибло бы. Представляете? Прокатили. А эти недостатки заложены в самой схеме. Есть зазор, и он маленький. И они вынуждены были это сделать, а нам по барабану. Есть там листики. Да как этот снег будет лежать на нашем рельсе? Да колесо остальное его раздавит. У нас нет этих недостатков, и такой аварии у нас не будет. Так вот, они купились на то, что у них эффективно. Посмотрите, какую юбку они сделали. Нам же эта юбка не нужна, вот эта вот. Эта юбка у нас по площади, как наш юнибус. Посмотрите, сколько энергии они сюда отдали. Которой не надо, это паразитная энергия. Посмотрите, куда энергия уходит в них. Тем более, здесь полотно. Тут не может быть ЦИС хорошее. И они сделали самую неэффективную машину, которая менее эффективна, чем самолет. Мы знаем, что самолет очень расточительный. Много топлива жгёт. Энергии. Так вот, трансрапид ещё более, менее энергоэффективен, чем самолет. Я посчитал, какой-нибудь КПД энергетический, всю цепочку проследил. 12,5%. Паровозы лучше. Это паровоз. Только называется поезд на магито-подушке. Надеюсь, вы не это разрабатываете. Не такое вред. Нет? Ну, наверное, с такими же кратическими. Потому что вы забыли, что аэродинамика главная, а не вот это. Понимаете? Аэродинамика. И у вас есть полотно, и у вас всё есть. Понимаете? Если, допустим, ладно, да не думаю, что вы сверхпроводники используете. Скорее всего, обычные проводники. Они только притягиваются. Значит, должна быть юбка. Так вот, юбка возьмёт больше энергии, чем наш юнибус весь. А потом ещё, надо же на него ещё энергию, а потом на КПД и потери и так далее. Поэтому это не может изначально быть эффективным. И если бы в Сименсе были такие аналитики, как я, студенты, тогда, я ещё студентом это делал, они вообще за это не взялись бы. Они поняли тогда, что это глупо, и лучше это не делать, но они потратили на это 6,5 миллиарда евро и 60 лет, чтобы это понять. Хорошо, они поняли это. На чья-то забарковал тогда ещё. Пневмошина. Тоже плохо. Особенно при больших скоростях. Идёт смятие резины, шины, тепловыделение. И там нелинейная зависимость. И если на малых скоростях шина там хуже станового колеса там, ну, на порядок в 10 раз там примерно, в 7-8 раз, в 10, то на высоких скоростях она хуже уже в 100 раз. Там нелинейная зависимость. Так вот у «Бугатти» из «Верон» из 100-1500 лошадиных сил, 500 уходит где-то примерно на шины и 1000 лошадиных сил на аэродинамику. Так? Я тоже забарковал. И осталось стальное колесо. Это самое эффективное. Подвес. Вот те 5-10% которые, да? Туда уходят. Так надо там сейчас эффективность поднимать. Значит лучше всего стальное колесо. Я на нём выбор свой остановил. Но опять же знаю недостатки железнодорожных колеса. Вернее колёсные пары, которые ещё давно-давно там Стефенсон, кто там ещё с братьями придумал, да? И колёсную пару сделали, чтобы это всё стабилизировалось, да? Там конус опирается на цилиндр. Так? И рельсы стоят под углом. 1,20. Так? И что получается в контакте? Получается в контакте. В контакте. Берём конус. Но я посильнее его делаю, чтобы как бы утрировал немножко. Там не такой сильный. Так. Рельсы стоят наклонно. И в пятне контакта. А это вот в масштабе 1 к 1 где-то примерно. Там 10-15 миллиметров в размере, да? Диаметры колеса разные. Идёт проскальзывание. Площадь контакта очень маленькая. И напряжение достигает 10 тысяч килограмм на квадратский диет и больше. До 20 тысяч. И сталь плывёт. И оно не может не шуметь. Там же проскальзывание. Там же удары гребнем. Особенно при высоких скоростях. Там начинает рельсы звенеть. И начинает колебаться, так? Это ж плохо. Но есть же другое опирание. Есть же другое опирание. Цилиндр опирается на плоскость. Где же диаметры одинаковые? Значит, нет проскальзывания. И опирание не такое. А вот опирание. Ширной 1 миллиметр. А здесь 15 миллиметров, да? На спущенных шинах ездили когда-нибудь на автомобиле. Как тяжело, да? Ехать на спущенных шинах. Так это ж спущенная шина. Надо же преодолеть вот это вот. При качении колеса. И здесь 1 миллиметр. Его легче катить колесо. И контактное напряжение получается у нас во всех этих машинах до 2000 кг на квадрат сантиметр. Мы можем рельсы делать из стали И-3. Не знаю, высокопрочный состав. Ну, конечно, мы делаем из прочной стали. Ну, в принципе, да? Не надо. И в результате как бы эффективное скачение можем два раза улучшить по сравнению с этим. Два раза где-то, так? Но возникает проблема, чтобы не было противосхода. Ну, противосходная система. Так она тоже просто решается. Ещё одно. Один ролик противосходный. И, кажется, два цилиндристых колеса. Это несёт нагрузку, а это просто чтобы не сходило. У нас там везде есть противосходный ролик, так? И, получается, мы можем эффективность эту поднять где-то в два раза. При этом у нас нет этих колебаний. У нас не будет таких износов. И поэтому долговечность рельса можно увеличить, ну, на порядок. Поэтому рельс, который служит 10 лет, он может прослужить 100 лет, если бы была другая опирания. И оно у нас вот такое опирания. И поэтому вот эти как бы 100%, 10-15%, вернее, 10-5% это вот уже как раз на подвешивание. И оказалось, что самое оптимальное подвешивание – это стальное колесо на стальной рельс, чтобы транспортное средство ехало, ну, не касаясь путевой структуры. Стальное колесо – стальной рельс. И поэтому уже во всех своих решениях я стал закладывать именно вот это, так? Поэтому везде у нас по этим путевым структурам всем едет стальное колесо по плоской головке рельс. И поэтому у нас рельс вырождается фактически в плоскость рельс. Вот это рельс. А головка, ну, поверхность катания – это вот просто поверхность ленты, полосы. И если, допустим, на железе дороги, вот, по крайней мере, европейские данные, я помню там, износ на скоростных дорогах там или на обычных, я не помню, 100 миллионов тонн брута на миллиметр износа, то, я думаю, у нас будет миллиард тонн на миллиметр износа. Поэтому можно заложить, допустим, там износ, я не знаю, несколько миллиметров на 100 лет службы и построить дорогу, чтобы она стояла 100 лет без ремонта. Тем более, что у нас нет стыков температурных, швов, а через них идет разрушение эстаканских, это там именно удары, туда попадает вода, она замерзает, начинает разрушаться, у нас этого нет ничего, так? И рельс – это моноконструкция, да, лобзиком подпилил, ударил куват, да, она сломалась. То есть это очень уязвимо. Конструкция у нас, допустим, если взять рельс вот этот провисающий, там один рельс, это труба 60 на 120, второй рельс, 60 на 120, да, они соединены между собой и здесь у нас три каната, которые зафиксированы механически и заполнены бетоном. То есть, видите, не один несущий элемент, а несколько и корпус не один, а несколько, да, вот взять лобзиком подпилить и разрушить, тем более на высоте, не получится. Поэтому эта конструкция, она более устойчива, там, террористическим актом, с внешним воздействием каким-то. И как пример я могу привести даже вот случай, который был со мной, когда я шёл как-то с работы, ну, это ещё в Москве, наверное, работал, и как-то неудачно. Зимой ногу поставил и стал падать назад, ну, скользко. Таджики с одной стороны насыпали песка, а с другой не насыпали, и нога-то поехала. Я слышу хруст, такое ощущение, что вот чернок лопаты сломался на машину. Смотрю, нога вот так в бок, сломал ногу, две кости сразу. Так она, нога повисла на сухожилиях. Вот сломали кости, она бы отвалилась, а потом снова всё срослось. Вот те же сухожилия, образно говоря. Перебейте, рельс эти будут держать. При этом расчёты показывают, что можно перебить 90% силовых элементов несущих, а конструкция не упадёт. Это легко посчитать. И один из вариантов расчётных наших эстакад – выбывание опоры. Вот та, допустим, ферма, она рельфит на то, что пришли террористы, взорвали опору, она упала. Хотя опору не так просто взорвать, ещё попробуй, там 10 кг тортила не хватит. Но если опора упадёт, ничего по дороге не случится, по ней можно ехать, она не рухнет. Просто деформативность немножко увеличится и на высоких скоростях нельзя ехать, да, 500 кг в час нельзя. А вот 100, 150, 200 даже можно ехать. Поэтому эта конструкция, они, получается, устойчивы к вот этим всем воздействиям, да. Вандализму, терроризму и так далее, что сейчас весьма актуально. К землетрясениям, вот сейчас опять где-то было землетрясение, сколько людей погибло. Эта дорога не рухнет. Это вот как бельевая верёвка. Привлите двум деревьям бельевую верёвку, натяните её, поставьте палочки. Это будут ангельные опоры, это промежуточные. Трясите эти верёвку. Чего с ней будет? Ничего с ней не будет. И с опорами ничего не будет. Они потрясутся, потрясутся и снова встанут на своё место. Она упадёт только если трещина будет под ней. Трещина в конзирной коре. Ну провалилась опора, ладно, она упала. Ну пролёт увеличится в два раза и что? Дорога осталась, она будет функционировать. Так вот, эти дороги предназначены лучше всего для городского транспорта. И когда там некоторые наши недоброжелатели говорят, это же надо быть идиотом, юнистка вообще, наверное, физики шестого класса не знают. Ну я действительно физики шестого класса не знаю, потому что я стал изучать её в седьмом классе. Вот физику седьмого класса я помню, а шестого не помню. Так. Шо как можно по этой дороге ехать спецсориться, спецсориться? Это в час там же люди будут летать по воздуху и стукаться головой в потолок юнибуса. Нет. Не надо здесь большую скорость. Это лучше всего для городского транспорта. Вот представьте, шо как городской транспорт? Есть остановка. Транспорт стоит. Сели, вышли, поехал, стал разгоняться. До середины проехал, надо тормозить, потому что следующая станция. Остановился. Вышли, зашли и поехал дальше. Так же, да? А вот представьте, что станция у нас вот здесь. Вот здесь станция. Наверху. Вон. Вон. Только на все, допустим, 100 метров или там 50. Ну, неважно. И когда транспортное средство, в данном случае подвесное, юнибус, да, начинает выезжать со станции, его начинает разгонять гравитация. У нас же огонь накатались. Понятно, что не надо с палками отталкиваться. Гравитацию будут разгонять, а не двигатель, где достигают максимальной скорости. Всё зависит от длины пути и вот этого провиса. Опять же, это физика, можно сказать, школьная, что скорость будет равна корень 2gh, где h – это перепад высот, а h – ускорение свободного падения. Поэтому, подобрав соответствующие параметры, можем получить и 150 км в час, без проблем, если надо. С помощью гравитации. Когда он идёт на вторую, вот сюда пошёл, что происходит? Гравитация начинает тормозить. Тормоза не нужно. И тогда он может заехать сюда с нулевой скоростью, если мы будем компенсировать потери. Потому что потери энергии, естественно, есть. На что? На аэродинамику. Она уникальна у нас. Лучше, чем любая другая аэродинамика в мире. И на колесо. Оно лучше, чем даже железнодорожное. Поэтому для того, чтобы компенсировать, допустим, потери энергии транспортного средства вместимостью 50 пассажиров, ну, это автобус, да? Вот на котором мы ехали. Примерно, да? И получая скорость 150 км в час с нашими колесами, с нашей аэродинамикой, нужен двигатель мощностью 7 кВт. Преимущества эти можно показать ещё на таком простом примере. Опять же, связаны как бы, ну, физика. Это наш любимый предмет, потому что мы живём в реальном физическом мире. Потому что молодёжь думает, что мир виртуальный, и он в компьютере, и в ноутбуке, и в телефоне. Нет, мир реальный совсем другой. Там не Голливуд правит, там физика правит в этом мире. Так? Вот давайте проведём мысленный эксперимент, чтобы показать разницу вот между вот той дорогой и традиционной дорогой. Вот есть, допустим, дорога ровная, ну, как обычно дорога, чем ровнее, тем лучше же, да? И, допустим, Минск, Москва. Тут расстояние где-то 700 км примерно, ну, там 710, возьмём 700. И представим, что мы здесь взяли, там, в кого-нибудь вагон поставили, и чтобы эксперимент был, как бы, ну, понятен, давайте мы мысленно уберём воздух, чтобы не было сопротивления, да? И мысленно уберём тренинг. Ну, мы живём на Луне где-то, где нет, да? Ну, чтобы не мешали нам рассуждать, да? Нету сопротивления никаких, а есть вот только там масса, вот инерция, вот такие вещи. Мы толкнули вагон, он поехал со скоростью 1 мм в секунду, и по скорости сопротивления нет, он и рано или поздно доедет до Москвы. И будет ехать 700 млн секунд. Это где-то примерно 22 года. Доедет за 22 года. А теперь этот же эксперимент поставим на нашей дороге, вот который я сейчас показал. Эту дорогу сделаем по-другому. Поставили вагон и толкнули его со скоростью 1 мм в секунду. Он тяжёлый. Он сюда поехал, гравитат стал разгонять и разъехал с детства 150 км в час. Здесь 1 мм в секунду, ну потерь нет, да? 150 км в час, ну и так далее. Какая средняя скорость? 175 км в час. Значит, этот вагон при том же импульсе начальном доедет, ну за сколько? За 9 часов. Здесь 27 года, а здесь 9 часов. Условия поменялись. И когда говорят, что это же бред такую дорогу делать, это те, кто не понимает физики, не понимает, что такое эффективность. Вот чём дело. И вот лучше всего такая дорога не только городская, лучше как раз в городе. И представьте, что любой город можно сделать пешеходным. Сейчас же модно строить небоскрёбы. То Москва-сити, то ещё там Сидне-сити, то ещё там Губая там сплошные небоскрёбы. Причём они строят бессистемно. И создают проблемы, как два небоскрёба в Нью-Йорке. Самолёт ударил и погибло больше двух тысяч человек. Нельзя в одном месте столько строить. А представьте их сто. Одно упало и все остальные посыпались. Это же опасно так делать, да? А теперь представьте, вот город любой, неважно, Москва, Минск, неважно, вот город. А давайте мы высотки поставим не просто бессистемно. Хотя она может там каким-то линиям быть, не обязательно там параллельно это всё, да? А давайте вот здесь поставим высотки. И сделаем вот такую дорогу, и на земле не будет ни одной опоры. Опорами влияет сознание, где люди живут, где магазины, офисы и так далее, да? И тогда я с одной пересадкой, с одной пересадкой попадаю в любую точку, а пересадка с одного этажа на этаж. Потому что в эту сторону вот так идёт, а в другую сторону вот так идёт. Это один этаж, это за 30 секунд я пересел. Расписания нет, транспорт идёт за другом. И весь транспорт ушёл туда, и на земле нет вообще никакого транспорта. Не нужны автобусы, автомобили, метро, трамваи, не надо. Город стал пешеходным, если мы сделаем шагом один километр, шагом, тогда 500 метров максимальное расстояние, это 5 минут. А если взять среднее, то это будет где-то 3 минуты ходьбы, и ты у станции сел и поехал. Это так называемая концепция города линейного, который, ну, сделан как бы в шахматном порядке, да? А можно найти города в эту линию. И это вообще пешеходные города, где транспорта нет, кроме вот нашего воздушного, это воздушное метро. И вот эта вот дорога, которую вы видели, два в одном, да? Снизу подвесной, сверху навесной. Вот представьте, тоже Иван Мас там говорит, вот, давайте там всё, всё в трубу, в трубу, в вакуум туда, да? Поехали. Интересно, как вот доехать, если, допустим, я еду с Москвы, с Минска в Москву в вакуумной трубе, а мне надо выходить где-то в промежутке, в Смоленске. Как я там выйду? До Москвы доеду, потом поеду автобусом обратно или что? А теперь представьте, что у нас две дороги, одна сверху, другая снизу, сверху высокоскоростная, и остановки, допустим, идут там через сто километров, а снизу городская, и остановки идут через километр. И так до Владивостока или там до Парижа, в другую сторону, да? И получается, я могу доехать, сесть и проехать по городском транспорте к свой кластер, где я живу. И он пешеходный такой кластер. И это в логике зеленых городов можно сделать. И вообще все люди могут жить не в этих… Вот Клаак, из современных города – это Клаак, на самом деле. Мегаполис. Там жить невозможно. Вот в Китае, в Китае где-нибудь там, в Пекине. Или он сейчас, я смотрю ролик, как это… Смог такой в Индии сейчас. А у них в это время… Павел, он второй, это… Первый секретарь посольства российского, это белорусского в Индии, кстати. Он знает, что такое Дели, да? Там в 50 метрах ничего не видно. Такой Смог. И вот это… Едет по трассе, думает, что там чисто, а там пробки, ну, стоят. И он – бух! В машину. Эти выбежали, за ним опять с этого дыма выскакивает машина – бух! Те выскочили. И снова та-та-та-та-та-та-та-та-та. Представляете? И, кстати, этот Смог создал, в том числе, транспорт. А теперь представьте, что Индия живет не в Дели, а в линейных городах, где вообще и Смога-то нету. И вот таких аварий невозможно. И мы даже… Я выступал там с докладом «Умные города». И они хотят сделать где-то около ста «Умных городов», так называемых. Где будет там логистика другая, там, ну, все другое, да? И вот если взять Индию, там, да? То, как он говорит, давайте вот здесь «Умный город» сделаем. Давайте здесь «Умный город» сделайте. И вот здесь, и давайте здесь, давайте здесь, и у нас Индия станет умной. Я говорю, что за глупость? Ведь «транспортная сеть», это как кровеносная система наша, ну, аналог, да? Разветрлённый и так далее. Представьте, что я в своем организме вот здесь сосудик улучил, вот здесь сосудик улучил, вот здесь сосудик. И что? Что, организм увлечь от этого стало? Нет. Лучше не стало. А представьте, что я создаем сеть линейных городов. И я посчитал, что для Индии достаточно 100 000 км линейных городов, где может жить миллиард человек, миллиард. Им чистый воздух будет, не будет аварии, дети не будут гибнуть под колесами автомобиля, потому что их просто не будет. Это займёт всего лишь одну пятнадцатую территорию. А четырнадцать пятнадцатых можно вернуть детство на леса и так далее, природу, как она была. И это всё можно построить вот вокруг этих, в том числе вот такой системы. И скоростной, вот такой. Чтобы двигаться с большой скоростью, путь должен быть ровным, безусловно. И этому направлению я посвятил очень много внимания. И сделал, ну, ряд у меня научных работ, есть изобретение в этой области. И мы сделали анализ движения транспортного средства по неровному пути. Поскольку у нас пролёты есть, то путь синтезоидальный, так? Имеющий, естественно, амплитуду и длину волны. То есть это пролёт и неровность, да? И сделан анализ в общем виде, когда есть колесо, есть масса, есть подвес, есть демпфер, потому что без него тоже, без демпфера подвес не работает. Это всё должно быть, да? И сделан анализ. Вот он. С позицией плавности хода, это железнодорожники эту характеристику придумали в своё время, плавность хода, потому что мы с тёгенью дрова должны возить людей, и должен быть комфорт. И поэтому давным-давно определили характеристики вот комфорта, это через плавность хода, через плавность движения. И формула там тоже достаточно простая. Корень десятой степени из А амплитуда в кубе и частота в десятой степени. И план исхода может быть от двух где-то до четырёх, двойка – это когда ощущение, что ты сидишь на диване и смотришь телевизор, а если четвёрка будет, то я думаю, что после пяти минут езды надо уже человека увозить в больницу. И, возможно, он по дороге помрёт, это уже ехать нельзя, да, вот в этом типозоне находится план исхода, который допустим. И мы сделали расчёты для разных пролётов и характеристических транспортных средств. Для плана исхода два с половиной – это очень комфортное движение, ну, почти как ты сидишь на диване и смотришь телевизор. Для пролётов от ста миллиметров, т.е. это микронеровности, они же есть на рельсе, микронеровности, до пролёта километр, до пролёта километр. И мы знаем требования к пути, которым должна летать дорога, а не просто, а давай что-нибудь сделаем и поехали, да, так нельзя делать, да. Поэтому, если я говорю 50 метров пролёт, то это не потому, что мы просто взяли и нарисовали 50 метров. И вот я открываю графики для разных этих, значит, разные скорости, разный ход, статический ход подвески и разные неровности требования к ним, да. Для плана исхода два с половиной. И вот я открываю пролёт 50 метров. Это, кстати, по жесткой рельсам 40 метров пролёта. И вот кривые. Судя по всему, вам интереснее всего, вы задаёте вопросы. Вот видите, вот неровности требуемы, вот подвеска с планом, это со статическим ходом от 10 метров до метра. Международники на скорости дороги 300 миллиметров делают, мы тоже 300, вот 300 миллиметров. И когда мы возьмём, и скорость, самая большая, здесь 125 метров в секунду, это 450 км в час, это синенькая, мы видим 12 миллиметров. Значит, чтобы испечь такую плавность хода, амплитуда, вот неровность должна быть не больше 12 миллиметров, то есть это плюс-минус 6 миллиметров. И когда говорят, что Юницкий там строит дорогу, где будут прыгать, как на американских горках, ну, это смешно, какие американские горки, плюс-минус 6 миллиметров, иначе мы не поедем по этой дороге, и мы знаем, как это построить. При этом плюс, да, поэтому нельзя, здесь тоже можно, но надо натягивать уже до 10 тысяч тонн, просто будет дорого, нет смысла, поэтому надо добавлять и изгибную жёсткость, а не жёсткость за счёт натяжения, да. А здесь есть и то, и то, и натяжение, и изгибная жёсткость, так, тем более не разрезная, это всё лучшая, так, моменты, ну, соответственно, деформативность. И в эти плюс-минус 6 миллиметров должны входить заводские неровности, там же фирма на цеху делала строительные неровности, ведь строить же неизвестно как, да, и деформативность под собственным весом, и деформативность под весом транспортного средства, которое движется, с учётом всего этого. И мы знаем, как это сделать, и мы сделаем и покажем это, чтобы обеспечить нужную скорость с нужной плавностью хода. Так вот, что, как, допустим, действуют железнодорожники, чтобы получить такие скорости. Я приведу пример с Тайванью. На Тайване построили японцы, они умеют строить и проектировать железнодорогу. Тайбэй и какой-то другой город, там 342 километра. Очень дорогая дорога. По сегодняшним ценам больше 100 миллионов долларов за километр, потому что значительная часть дороги идёт в эстакаде. Какая у них эстакада? Какая у них эстакада? Представьте, значит, две могучие балки изобетонные. Весом на пролёте, пролёт у них 35 метров, у нас 50. Это максимальный, который мы могли сделать, 35 метров. Одна балка на пролёте весит 800 тонн. Она столько тяжёлая, что нет таких кранов, чтобы ставить. Они режут на куски и потом, как шашлык, соединяют, чтобы пролёт сделать. То есть вместе это уже 1600 тонн. Там лежит плита весом 1000 тонн на пролёте. Потом уже подушка, рельсошпальная решётка, рельсы шпалы и так далее. Где-то набирается там больше, чем 3000 тонн на пролёте, 35 метров всего лишь. И настолько большая нагрузка, что под этими балками стоит опора через каждые 35 метров. Где фундамент 4 буронабивные сваи, диаметр 2 метра длиной до 60 метров. Там слабые грунты, у нас тоже слабые грунты. Когда весной шёл кран, там монтировал, кран просто по полю, он провалился по раму. Просто шёл и провалился. Один наш тоже вот работник шёл и по пояс провалился. Просто по полю шёл и провалился по пояс. У нас очень слабые грунты. Так вот, одной сваи нам достаточно простой, чтобы километр нашей дороги, все опоры. Одной их сваи. Так, наверное, мы будем дешевле. А нам она не нужна? Вот там стоят плитные фундаменты, стаканы. Даже не нужна, да. Ну, там, собственно, не плита, а стакан с… Да, даката сколько там, метр шестьдесят, что ли? Да, метр шестьдесят где-то. Сто шестьдесят на сто шестьдесят. Ну, здесь стаканы, мы в стакан ставим опору. То есть, а глубина заглубнения два метра. А? Два метра, два метра. Нет, ну, чтобы ниже глубины промежзания было. Поэтому это простая опора достаточно. Ямка выкопала, стала. Мы и свайные будем делать, мы уже на других трассах. Но там не два метра, а где-то четыреста миллиметров свая и две под опорой, а не четыре, да. И длиной не шестьдесят метров, а восемь-деять метров. Это достаточно, чтобы нести наши нагрузки. То есть, видите, разницу между тем, что мы и строим, и тоже хваленые японцы. И когда говорят, что-то тут трансфер ваш плохой, в Японии же этого нет. А я говорю, а что? Ну и что, что нет? А что, мы дурнее их, что ли? Да мы умнее их. Мы умнее всех, но мы не можем вместе работать. Вот проблема-то в чём. Мы только в одиночку можем. А потом одиночки их выгоняют, они езжают и там делают. Сикорские там, я не знаю, их много. Брины всякие. Понимаете? Ну понятно, да, что мы можем вот таким образом сделать даже расселение людей, проживание людей другим. И в том числе Беларусь. Ведь Беларусь была раньше, деревни были. А города возникли на причине железных дорог. Все города. А раньше были, в 19 веке тут деревни были, да? Так вот, когда мы начнём, а не начнут строиться линейные города, мир изменится. Он станет другим. И исчезнут эти, как краковые опухоли, все эти мегаполисы. Они не нужны. Вот мы в Жакарде тоже были, вот и там на выставке и так далее. Там едут до пяти часов на работу. В смоге. Понимаете? Потому что неправильно. Ведь откуда город взялся? Вот история управления городов. Там работает одно лишь понятие, транспортное понятие. Транспортная доступность. Только это понятие собрало людей в города. Раньше там кто-то взял, там землянку вырыл, что-то построил, ну и жил себе, жил. А тут сосед появился. Иначе надо ходить, там, тропинка, да. Стали ходить пешком друг с другом. Так вот, анализ показывает, ну, мы так и сто. У нас ноги и руки, мы же реально имеем размер и прочее, да. Поэтому у нас определенная скорость передвижения. Так вот, если ты движешься куда-то, неважно куда, к соседу, на рынок, на работу, менее чем полчаса – это комфортно. Больше, чем полчаса – некомфортно. Поэтому за полчаса я могу пройти три километра. И первые города были размером два-три километра. Древний Рим, неважно. Там ходили пешком. Потом пересели на лошадь. Скорость возросла. За полчаса я можно проехать десять, двенадцать километров, пятнадцать. И стали города расти. Париж, там, средние века, да, Москва, да, неважно. Питер. Они вот где-то стали таких размеров. Потом где-то в двадцатом веке появился автомобиль. Все сели на автомобиль, скорость возросла. За полчаса можно проехать километров тридцать. И система, и мегаполис, и города стали таких размеров. А потом массовая автомобилизация, пробки, это, и скорость упала до пешехода. Сейчас средняя скорость общественного транспорта, там, десять километров в час по городу. И тогда эти города уже не удовлетворяют требованиям транспортной доступности. И все едут больше часа на работу и с работы. А самое главное у нас ресурс – это время. Время, оно уходит неопротимо. Мы его теряем каждый день, стоя в пробках, да, на работу, с работы. А вместо этого мы могли бы заниматься чем-то, творчеством, ещё чем-то. Это наше время свободное должно быть, так? Значит, города должны быть другими. И с позиций вот этих ленинных городов транспортная доступность за полчаса я могу проехать двести километров на скоростной системе. Я могу жить в двухстах километрах, и моя работа в двухстах километрах будет доступна мне, комфортно, понимаете? Значит, я могу жить в природе, расселиться по-другому, а не этот, ну хоть асфальт. Мы детей на улицу боимся выпустить, их автомобиль может задавить. А там вот трава кругом, лес, да гуляй ты. Никто тебе не знает, ребёнку плохого никто ничего не сделает, понимаете? И это, вот это позволяет сделать наш транспорт. Потому что он второго уровня, он над землёй. А проблемы современного транспорта то, что они на поверхность земли, где и мы живём, где растения, где животные. И поэтому самое страшное оружие убийства придумал не Калашников, не изобретатель атомной бомбы, а изобретатель Форд. Вот кто самое страшное оружие убийства придумал. Сегодня на автомобильных дорогах мира гибнет ежегодно полтора миллиона человек. Гибнет. Больше ещё умирят в больницах, их не считают, этого не попадают в статистику. И 15 миллионов и больше становятся инвалидами и коллегами ежегодно. Это Беларусь, даже две Беларуси почти. Каждый год. Вдумайтесь в эти цифры. Мы боимся летать на самолётах. А это более безопасный транспорт. Почему? Потому что он на втором уровне, на третьем, где-то там далеко. И хотя он опирается на воздух, казалось бы, это ненадёжно. Действительно ненадёжно. Двигатель заглох, всё, упал, разбился. Шасси не вышло, упал, разбился. Шарова молния ударила, разбился. Птица в турбину попала, разбился, да? Погибли все. А возьмём в статистику. В авиационных катастрофах ежегодно гибнет 600-700 человек. И полтора миллиона. Только потому что второй уровень. У нас транспорт на втором уровне. Но у нас нет тех причин аварий, как в авиации. У нас нет шасси. Ну, не вышло, не вышло. У нас нет шасси. Ну, птица в турбину попала. У нас нет турбины. Ну, заглох двигатель. Ну, у нас заглох прокатился, остановился. Все живы, здоровы. Все наши транспортные средства имеют стыковочный узел в автоматическом режиме. Ну, остановился, сломался, подъехал, состыковался, потянул. И один юнибус исправный, может пять неисправных тянуть, как локомотив. Поэтому никто не зависнет, ну, на трассе. И все будут спасены даже там, если всё сломается. И вы, наверное, поняли вот эту идеологию, да, этого транспорта и откуда он взялся, и почему он взялся, почему он такой, а не другой. Продолжение следует...